Мир вам, дорогая Церковь, дорогие сестры и братья, дорогие дети, молодежь, дорогие сестры и братья, те, которые смотрят нас онлайне, я приветствую каждого из вас сегодня в этот удивительный день, когда мы все являемся участниками жатвенного торжества. Я хочу спросить у вас, скажите, пожалуйста, какие чувства испытываете вы, когда смотрите на этот торт? Я думаю, что дети думают, ну когда же, когда же мы начнем его делить? Я думаю, что взрослые, наверное, тоже испытывают с каждой минутой продолжения богослужения определенные чувства, правда? В ожидании того момента, когда не только этот торт, а, наверное, еще что-то будет поделено и съедено. Но скажите, а разве в этом праздник? Разве праздник в том, чтобы дождаться того момента, когда поделим и съедим? Наверное, не в этом, правда? Наверное, каждый праздник, который мы празднуем в нашей жизни, он о чем-то говорит моему сердцу. Он не только удовлетворяет потребности моего желудка, хотя сегодня в большинстве своем, согласитесь, что люди, празднуя, только празднуют пир для своего желудка. Но каждый праздник, каждое событие, которое мы отмечаем в нашей жизни, оно должно о чем-то говорить моему разуму, оно должно о чем-то говорить моему сердцу, оно должно как-то переворачивать мою жизнь, мои цели, мои установки, оно должно как-то выравнивать мой путь, которым я иду. Оно должно к чему-то меня побуждать. Вы знаете, мы сегодня как никогда нуждаемся в том, чтобы воспитывать в себе и практиковать благодарность. Я не знаю, есть ли нужда сегодня в том, чтобы учить нас, учить наших детей быть благодарными. Я уже сегодня в классе субботней школы приводил этот пример. Я, например, в последнее время очень часто об этом думаю. Мы замечаем, что наши дети немного другие, особенно те детки, которые вот сейчас дошкольники, да и школьники. Вы знаете, наверное, им сложно говорить «добрый день» кому-то. Мне так кажется, что им сложнее все с каждым годом это делать. Им сложнее улыбаться кому-то, им сложнее что-то отдавать. И вы замечаете, что маленькие дети очень часто становятся такими потребителями. Все им. И хочу сказать, что, по моему мнению, в этом виноваты только мы. Вот давайте приведем вот маленький пример. Вы ездите в метро, вы ездите в трамвае, в троллейбусе, в автобусе. И, наверное, сами делаете, а может быть и видите эту картину. Представьте, заходит в трамвай наполненный или в автобус бабушка. Она откуда-то ведет внучка или внучку. Пять, шесть лет, может, семь лет. Бабушка еле стоит на ногах. Она заходит в этот автобус. И что она ищет? Она ищет место. Для кого? Для себя? Она ищет место для внучки или для внучка. И она его туда сажает, а рядом стоит, становится, держится двумя руками. Ее шатает вот так. А ребенок счастливый, правда? Ребенок довольный. Почему? Потому что его посадили. Скажите, а когда наступит тот момент, когда внучок или внучка встанет и скажет, бабушка, садись? Наступит, как вы думаете? Мне кажется, нет. Мне кажется, никогда не наступит. И когда я смотрю на это, я думаю, вот этот ребенок, который вот только что здесь вот. Я видел эту ситуацию на этой неделе. И она, знаете, так больно резанула мне по сердцу. Я видел бабушку, которая, ну, лет 70 ей, она привела своего внучка сюда на занятия. Он здесь носился так, что его не могли остановить. Но вот она приводит его в автобус и сразу же ищет ему место. И он сел, он успокоился, ему хорошо. И у меня вопрос, скажите, вот таким путем мы научим быть благодарными? Когда мы не успели, они, наши дети, не успели только открыть рот и сказать о том, что же им еще надо, а мы уже готовы все с себя снять, лишь бы, ну, лишь бы они молчали, лишь бы они были заняты, лишь бы они чего-то не подумали. На этой неделе приходит наша дочь из школы и говорит, «Вы знаете, обо мне в классе думают, что я из очень бедной семьи». И Алла задает вопрос ей, скажи, а почему так? Вот почему так думают о тебе, что ты из очень бедной семьи? Что надо изменить, чтобы думали по-другому? Он говорит, я не знаю. Но вот почему-то вот мой одноклассник, который сидит рядом со мной, думает обо мне, что я из очень бедной семьи. Мы так и не определили, почему. Я не понимаю, почему. Но мне кажется, что сегодня что-то надо менять. Что-то надо менять в нашем воспитании детей, чтобы учить их быть благодарными. Благодарными за то, что мы имеем. И вы знаете, в древности Бог учил людей быть благодарными. Учил взрослых, учил детей, чтобы они были благодарными. Воспитывали в себе вот то удивительное качество и чувство благодарности и признательности. И если мы не научим, то как вы думаете, кто это все будет потом? Мы, правда? Если мы сегодня не научим, если мы сегодня этого не сделаем, никто другой это не сделает. Книга Второзакония, 26 глава. Бог учит людей быть благодарными. Праздник жатвы – это тоже наша благодарность. Когда мы приходим к Богу и приносим то, чем Бог нас благословил. Не то, что есть у меня. Вы помните яркий контраст? Два человека пришли в храм помолиться. Я бы сказал, они пришли на праздник жатвы. Так? И один говорит, Господи, посмотри, я так благодарен. За то, что я не такой, как вот этот. Я так благодарен. У меня есть, что принести. Да? У меня есть, что принести. Я приношу тебе пост два раза в неделю, да? Что еще тебе приношу? Что еще, помните? Я десятину тебе приношу. Представляешь, какой я хороший, Господи? Десятину приношу, да? Ты мне дал, а я тебе приношу. Я благодарный. А рядом стоял второй благодарный, да? Который все, что мог сказать, он ударял себя в грудь и говорил, будь милостью, Господи. Потому что я себя-то вижу. Я-то понимаю, какой я. Возвращаемся к 26 главе книги «Втопроззаконие». Посмотрите, как Бог учит людей быть благодарными. Очень просто. Очень просто. Иногда мы нуждаемся в том, чтобы проговаривать вот ту благодарность. Вот выговаривать ее, говорить тем, кому она предназначена. Посмотрите, что Бог говорит. Когда ты придешь в землю, еще они не вошли в обитованную землю. Еще они стояли на берегу. Они прошли 40 лет страданий в пустыне. Очень многие там остались. Остались, потому что заслужили, так скажем, да? Там остаться. А теперь Господь учит их через Иисуса Новина. Когда ты придешь в землю, или еще точнее через Моисея, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, что сделай? Посмотрите дальше. Второй стих. То возьми начатка у всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе. Заметьте, каждый раз идет упоминание. Не просто так твоя земля. А кто тебе это дал? Господь Бог тебе дал. Выше. Которую Господь Бог твой тебе дал в удел. Кто источник тех благих даров, которые у меня? Это я? Это мое достоинство? Нет. Нет. Я должен себе постоянно напоминать, что все то, что есть у меня, это не моя заслуга, это не мои достоинства. Это милость Бога, это то, что Он мне дает. Теперь Господь говорит, возьми начатка у всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе. Что сделай? И положи в корзину. И пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. А по-другому куда пойди? Пойди в храм. Пойди пред лицо Бога. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Следующий. Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. А ты же отвечай и скажи перед Господом Богом твоим. Отец мой был странствующий арамиянин. Вошел в Египет, поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы, и возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши, угнетения наши, и вывел нас Господь из Египта. сильную рукою и мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на это место, и дал нам эту землю, землю, в которой течет молоко и мед. «Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую Господь дал мне, и поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему». Скажите, о чем говорит это повеление? К чему оно нас побуждает? Благодарности, правда? К реальному пониманию того, кто является источником всех благ. На первый взгляд, если мы его прочитаем, мы можем подумать, что Господь призывает нас благодарить только за материальное, благодарить только за вот тот дар земли, который мы имеем. Но это только на первый взгляд. Вот в этих словах исповедания, которые Господь просит произносить, чтобы человек их проговаривал. А вы знаете, как интересно бывает? Когда ты проговариваешь, ты это переосмысливаешь. Когда ты об этом думаешь, у тебя может крыша поехать, многие говорят. А когда ты проговариваешь, ты по-другому начинаешь к этому относиться. Посмотрите, они говорят, Господь увидел, Господь услышал, Господь вывел нас. И Господь привел нас. Это удивительное духовное благословение, обретенная свобода. Нет ничего больше свободы, нет ничего дороже свободы, которую дает нам Господь. Были в угнетении, были в бедствии, были в тяжелых трудах. Господь презрел, Господь вывел, Господь привел, и Господь дал землю. А теперь вопрос, а какое отношение имеет это сегодня ко мне? Какое отношение это имеет сегодня к нам? Давайте попробуем соединить прошлое и настоящее. Давайте попробуем сегодня увидеть вот то благословение, которое Бог дает нам сегодня, мне и вам. Давайте будем учиться быть благодарными, потому что благодарность – это действие, это процесс, который начинается в сердце человека и находит выражение в каждый момент жизни человека, который учится благодарности. Можем ли мы сегодня сказать о себе, что Господь выводит нас, каждого верующего из духовного Египта? Можем ли мы сегодня сказать, что Господь приводит нас в свою обитованную землю? И начало обитованной земли – это здесь, это определенная пустыня, но Он ведет нас в будущее. Можем ли мы сегодня сказать, что каждому из нас Господь дал свое поле, дал свою землю или дал свое поручение? Давайте откроем Евангелие от Иоанна и обратим внимание на тот текст, который является лейтмотивом сегодняшнего праздника Жатвы. Иисус Христос проводит последние часы со Своими учениками, последние часы до распятия. И в это время Он пытается передать им все то, что Его, что еще не сказал. А может быть, пытается поставить акценты или восклицательные знаки над тем, чем ученики пренебрегли. Может быть, что они забыли. Может быть, на что не обратили свое внимание. И Он приводит интересную притчу. Рисует им взаимоотношения с ними, с Богом через притчу. И завершая одно из завершений притчи, Он говорит эти слова, которые мы находим в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 16 стихе. «Не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Что привлекает наше внимание в этом тексте? На что мы обращаем внимание в этом тексте? Что нам здесь дорого, скажите? Вот что для вас дорого в этом тексте? Какое обетование, обещание, поручение, вот вам более всего здесь приятно? Первое, что Господь вас призвал, да? Второе, что еще? То, что Господь дает мне конкретное какое-то поручение, да? Скажите, а ожидание, ожидание Бога от меня нам нравится или нет? Всегда ли нам нравится, когда от нас чего-то ждут? Я помню, что когда-то в детстве я очень ждал возвращения моего отца, когда он ездил в магазин или на рынок. Я знал, что он что-то мне привезет. Я очень ждал, когда он мне привезет мороженое. Но вот так, знаете, было, вот особенно летом, что пока он довезет это мороженое, а он его положит всегда в какую-то баночку, то это уже не мороженое, а сладкое молоко, потому что оно успевало растаять. И вот он привезет, но все равно оно для меня оставалось вот тем ожидаемым, приобретаемым. Я его выпивал с огромным удовлетворением. Посмотрите, Господь тоже чего-то ждет от меня. Господь меня призывает, Господь меня избирает. И самое важное, Господь меня еще и поставляет. Он меня ставит в определенное место, в определенное время, в определенное положение для того, чтобы, не просто, чтобы я был памятником. Понимаете? Не для того, чтобы я был памятником, а для того, чтобы я воспроизводил какое-то движение. И мало того, чтобы это движение, оно было полезным. Это движение приносило плод. В этом тексте Иисус отмечает несколько очень важных и серьезных вещей. Первое. Мы ничем не заслужили Его расположение. В нас нет никак ничего достойного. И мы могли бы здесь вспомнить ту иллюстрацию, которую находим в книге пророка Исаии, когда Господь, обращаясь к израильскому народу, говорит, посмотрите на Авраама и на Сару. Помните это выражение? «Я вас вытащил из глубины рва, я вас высек из скалы, и я вас поставил, и я вас размножил, и я вас благословил». То же самое и здесь. Обратите внимание. Это Господь избирает каждого из нас. Это Его выбор. Подумайте только, дорогие, насколько это поднимает самооценку духовного состояния и положения каждого верующего человека. Не просто случайность, выбор Бога. Выбор Бога падает на меня. И вы помните удивительную иллюстрацию о выборе Бога, которую мы находим в Третьей книге Царств, когда Бог повелевает Илии после себя назначить пророка Елисея. Вы помните, Илия идет дорогой, а Елисей занимается своим обычным делом. У него есть волы, у него есть свой бизнес, у него есть своя работа. И Илья, просто проходя мимо Него, бросает на Него милость, а потом говорит, «Посмотри, что я тебе сделал». Дорогие, мне кажется, что нам очень важно время от времени обращать внимание на то, кто мы есть, на то, что нам сделал Господь, к чему Он меня призывает. Он нас избирает. Второй момент, на что обращает внимание Иисус, Он поставляет нас для движения, чтобы вы шли. Богу не нужны памятники. Бог Сам воспринимается в действии. Бог Сам всегда наполнен действием. И такого же действия Он ждет от нас. Он не просто нас ставит, Он ожидает движения и конкретного результата. И третье, Он ожидает от нас такого движения, чтобы результатом Его был плод. И вы знаете, что интересно? Принесение плода здесь важно не просто само по себе, как результат или как процесс, потому что плод бывает разный. Но Бог ожидает от меня, от моей жизни, от моих отношений с Ним, качественного плода. Скажите, вы когда-либо покупали на рынке некачественный плод? Бывало, наверное, такое? Некачественный. Вот внешне вы смотрите, красиво купили, особенно это бывает с арбузами, или с дынями даже иногда может быть, и с любым, наверное, продуктом, с любым фруктом или с овощем. Вы купили, вы надеялись, вы внешне определяли, ну вот то, что надо. Когда пришли, разрезали, посмотрели, и огорчение. Бог ожидает качества. Бог сам ответственен за качество. И Он ожидает от меня, что я также смогу соответствовать тому качеству и тому ожиданию Бога. Плод, ожидаемый Иисусом Христом, это результат моих отношений с Богом. Плод – это результат моих отношений с Богом. Это результат моего пребывания с Ним и в Нем. И это важное средство прославления Небесного Отца. Посмотрите, о чем говорит Христос выше в этой притче. «Я есмь истинная виноградная лоза». Это первый стих. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». А пятый стих. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете сделать ничего». На примере этой притчи открывается правильное понимание роли каждого из нас в процессе принесения плода. Заметьте, дорогие, роль каждого из нас в процессе принесения плода. Важна роль или нет? А почему важна? Потому что она влияет на мое ощущение того, насколько я соответствую. Позаметьте, Отец виноградарь. И Иисус – это лоза. А я и вы – это всего лишь ветки. Плодоношение – это естественный результат для виноградной лозы. Наша проблема зачастую в том, что мы одновременно хотим быть всем. Подумайте, дорогие. Очень часто так бывает, что наша проблема, а отсюда и какое-то переживание, несоответствие, волнение, тревога и даже депрессия, христианская депрессия от того, что я хочу быть всем. Я хочу быть виноградарем, который все знает, как ухаживать, подрезать, сажать, где что. Я хочу быть лозой, через которую пропускается сок земли. Я хочу быть ветками, я хочу быть плодом. Я хочу быть всем. Можно ли быть всем? Нет. Очень важно знать свое место. Очень важно знать свое положение. Правильное место, правильное положение. Вот почему Иисус в самом начале этой притчи как будто по полочкам рассказывает и раскладывает каждому вот то его правильное положение, занимая которое, человек будет чувствовать себя удовлетворительно. Мы же, когда результата нет, огорчаемся, расстраиваемся и печалимся. Давайте осознаем самое первое. Ответственным за процесс плодоношения кто является? Скажите, пожалуйста. Ветка? Нет. Ответственным за процесс плодоношения является виноградарь. Мы иногда бываем гиперответственными, правда? Когда приходим домой и говорим, это все я. Мой дедушка, его уже давно, давным-давно нет. Вы знаете, как он, ощущая свою гиперответственность, часто говорил, если бы не я и вас бы не было. Мы с ним соглашались, а куда деваться, да? Но если бы не он, и нас бы не было. Но вот эта ответственность, она иногда касалась, ну, буквально самых мелочей жизни. Когда он решал указывать моей маме, что она должна одевать, и не только сверху, а снизу. И если с ним вдруг не посоветовались и купили что-то не то, то мы могли полдня слышать лекции на тему, кому я нужен. Да, это было. Никто меня не слышит, я никому не нужен, а ведь я занимаю очень важное место, да? Понимаете, дорогие, ответственным за процесс плодоношения является Бог. Является Бог. Именно для этого, для того, чтобы был плод, Бог и помещает нас на лозу. Так когда-то получилось. Уникальность в этой ситуации, трагедия этой ситуации в том, что после грехопадения мы оказались отрезанными. Отрезанными от настоящей лозы. И каждый из нас оказался привитый к чему бы то ни было. Мы где-то вот были привиты, каждый из нас. И теперь Бог совершает удивительное чудо. Он отрезает каждого из нас от того места, где мы были привиты. И что делает? Как самый лучший виноградарь и садовник, он прививает нас к настоящей лозе. Он хочет нас привить. Я не знаю, здесь есть в зале те, которые хоть однажды занимались вот таким делом, как прививание ветки. Есть или нет? Есть. Анатолий Васильевич, Валентина, спасибо. Вы понимаете, что это такое, правда? Понимаете, о чем мы говорим? Вот это мы. Мы как ветки. И результат зависит от того, насколько тесно мы будем связаны с лозой, со стволом. Насколько тесно мы войдем в этот контакт для приобретения живительной влаги и живительного сока. Господь привил нас к лозе. Но знаете, что интересно? Вот уникальность операции, которую проводит Иисус. Господь прививает нас не намертво. Понимаете, о чем я говорю? Он прививает нас не намертво. Он дает нам свободу. Он дает нам свободу. Я могу в этой свободе быть на лозе постоянно, понимая, что виноградарь иногда будет делать мне больно. Будет иногда меня подрезать. Будет иногда удалять все то, что ему не нравится и мешает мне приносить плод. Мне оно может нравиться. Мне может нравиться. Скажите, вы когда-либо встречались с человеком, который в силу определенных причин начинает в каком-то возрасте захламлять свой дом? Встречались или нет? Я встречался. И не однажды. Когда ты заходишь в дом человека и видишь, что лет 10 назад здесь было все нормально. Потому что еще вот там при стенке, еще на кухне где-то висят вот те характеристики здравомыслия. Как и вот это здравомыслие. А потом понимаешь, что когда-то что-то случилось, и человек потерял вот ту ориентацию в пространстве и во времени, и начинает захламлять свой дом. И приносить туда все, что ему кажется необходимо. Я недавно был у такого человека. И вы знаете, она говорит мне, это сестра, пройди на кухню. И я понимаю, что мне надо проявить виртуозность, чтобы пройти на кухню. Потому что есть узкая тропинка в довольно широком коридоре. Справа и слева нужные вещи, как ей кажется, да? И когда я говорю, давайте я помогу, может быть, это все вот туда на мусорку, она мне говорит, а ты что, я только оттуда все принесла? Я говорю, давайте определим, надо оно или нет. Она говорит, не трогай, все надо. Я говорю, да вы же не знаете, где оно, что и когда понадобится. Я все знаю. И потом она пригласила меня войти в комнату. То же самое, узкая тропинка, чтобы пройти на балкон. И потом, извините, я говорю, это не для того, чтобы унизить этого человека. Нет, это проблема. Я приношу глубокие извинения, если вдруг как-то узнает человек об этом. Но это проблема. Вы понимаете, что такое бывает захламление в моей жизни? Такое захламление моего сознания, моих действий, моих слов. Что у меня остается узкая тропинка, и Богу очень сложно что-то делать со мной. И когда Он хочет иногда меня подрезать, убрать все то, что мешает принести настоящий плод, я сомневаюсь, и я говорю, Господи, не мешай, это все надо. Это мне надо, я только что это подсобрал. Я только это подкопил, не трогай. Не трогай. Вы знаете, что я могу время от времени отслаиваться от лозы. Согласитесь? Я могу время от времени отслаиваться от лозы и засыхать. И я иногда ощущаю, что я засыхаю. Я не знаю, было ли такое у вас, но я не один раз испытывал в этой жизни, когда ты чувствуешь, что ты засыхаешь, что ты потерял связь вот с этим источником, и ты вспоминаешь, что когда-то для тебя час стоять на коленях и молиться не было проблемой, а сегодня пять минут не о чем говорить с Богом. и ты ощущаешь, что твоя духовная жизнь потеряла ту влагу, и она, вот знаете, как бы превращается, как пожилой человек, у которого уходит влага жизни. Это духовная жизнь. И вдруг иногда ты приходишь в себя, падаешь на колени и говоришь, Господи, привей меня опять, Господи, я хочу, чтобы ты снова сделал эту операцию, потому что я понимаю, я пропадаю. Я без тебя ничто. Я никто, я не могу, Господи, я пропадаю. И Господь говорит, ну что ж, давай, давай опять. И снова это болезненная операция для меня, потому что где-то надо что-то подрезать. Болезненная операция и для Бога, потому что снова необходимо это совершить присоединение к лозе. И какое удовлетворение, когда я начинаю ощущать в своей жизни эту духовную влагу. Это восстановление. Я снова начинаю жить духовной жизнью. Я снова начинаю испытывать удовлетворение от того, что я вижу сестер и братьев, от того, что я открываю Библию, от того, что мне приятно общаться с Богом. Это второй выбор, который дает мне Господь. И Господь также позволяет мне отпасть. Это Его свобода. Он позволяет мне отпасть. По-другому Он позволяет мне засохнуть. Он соглашается с моим выбором. Он соглашается со мной. Но Иисус говорит мне, ясно, четко и понятно, я буду приносить плод только тогда, когда я буду привит. В противном случае я буду считать плодом совсем другое. В противном случае я буду считать плодом то, что я создаю тень. Вы знаете, что ветка, даже если она сухая, она тоже может некоторое время создавать тень. И под этой тенью кому-то будет приятно какое-то время. Особенно, если солнце жарко светит. Но это не тот результат. Бог не призывает меня к тому, чтобы я был тенью. Бог призывает меня к тому, чтобы я приносил настоящий плод. И я буду плодоносить только тогда, когда я буду привит к Иисусу Христу. Богу нужен настоящий плод. Богу не нужна моя тень. Богу нужен плод. Плод, который я буду приносить тогда, когда буду привит к лазе. Поэтому первый вопрос, который стоит перед нами сегодня, сегодня касается правильного понимания того, в чем мое избрание, в чем мое призвание. И я должен себе ответить на этот вопрос сегодня. В чем оно для меня? Ведь я выбираю, быть тенью или плодоносить. Это выбор мой, и Бог его утвердит. И вы знаете, что когда мы читаем книгу Откровения, то Бог говорит, что я утвержу выбор, который сделали люди. И посмотрите, книга Откровения завершается такими словами, 25-22 глава. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный дотворит правду еще, и святой освящается еще. Это мой выбор. Бог утверждает мой выбор, а Он зависит от того, правильно ли я понимаю мое избрание и призвание. И первое, на что я хочу, чтобы мы сегодня особенное внимание уделили и запомнили. Иисус избрал меня и призвал меня быть детем Бога. Я очень часто об этом говорю. Но, тем не менее, хочу сегодня повториться. Иисус призвал меня и избрал меня быть детем Бога. Быть привитым в Иисусе Христе к небесной и земной семье Бога. По-другому никак. Членом небесной и земной семьи Бога я могу быть только тогда, когда я привит к лозе. И сегодня вопрос, который стоит передо мной, а насколько сильно я привит? Как сильно я привит? Или я, может быть, засох? Или, может быть, я засыхаю? Или все-таки я стараюсь, насколько могу, насколько могу быть привитым и получать от Него эту силу? Священное Писание говорит нам о том, что всех нас объединяет одно величественное звание и избрание. Одно величественное избрание и призвание. Два текста, которые я хотел бы в подтверждение зачитать вам. Первая глава Евангелия Теана, 12 стих. Помните? «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Второй текст, мой любимый текст Евангелия, это первое послание апостола Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 текст. Опять же, в этом контексте мы нуждаемся в том, чтобы постоянно восстанавливать это в нашем сознании. Что говорит апостол Иоанн? Смотрите, не потеряйте из виду этого. Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. «Мир потому не знает нас, что не познал Его». Второй стих. «Возлюбленные мы, когда дети Божьи? Завтра, послезавтра в вечности». У моей супруги есть дедушка. Он не адвентист, но он очень верующий человек. И очень часто мы с ним ведем дискуссию на тему завершения жизни и воздаяния. И он мне говорит, вот умрем, там посмотрим. Вот умрем, там посмотрим. Нет, я ему говорю, нет. Надо здесь смотреть, потому что когда умрем, поздно. О чем говорит апостол Иоанн? Умрем, посмотрим? Нет. Мы когда дети Божьи? Здесь. Когда Бог ожидает, что я буду Детем Божьим? Вы знаете, в чем большой обман, с которым мы сталкиваемся в этом мире и в духовной жизни, и в обычной? Мы все решаем менять с понедельника. Есть такие, кто с понедельника начинали заниматься гимнастикой? Ну, утренней гимнастикой с понедельника, да? Есть те, которые с понедельника бросают курить, но я надеюсь, это не в церкви. Есть те, которые с понедельника будут вести здоровый образ жизни, правда? А приходят понедельники, вспоминают другое выражение. Понедельник – день тяжелый. Потом пришел вторник и говорит, ну что тут осталось до субботы? Очень быстро прошли дни, ну вот с понедельника. Я снова. О чем говорит Господь? Я как верующий человек говорю, вот с завтрашнего дня я начну каждое утро читать Библию. Кто-то принимал такое решение, нет? С завтрашнего дня, да? А завтра пришло, это утро, и вы проснулись позже, а тут еще дети, а тут еще муж, работа одно, второе, третье. Некогда. Я думаю, давай завтра. Господь говорит, нет, ты сегодня, дитя. Ты сегодня должен, посмотрите, что сделать дальше, если бы только ты дитё. Знаем только, что когда откроется, посмотрите, какую цель Бог ставит. Будем кто, какими? Будем подобны Ему. Когда вопрос? Завтра? Когда мы будем подобны Ему? Я знаю одного брата, верующего человека, который, когда он занимался обычно такими делами, житейскими, как мы говорим, строительными обычно, и когда перед ним стоял какой-то вопрос ответственности, как и христианина, знаете, какой он отвечал, оправдываясь? Я лицо недуховное. Какой из меня спрос? Я лицо недуховное. Скажите, а я могу сегодня так сказать, Господи, ну, я лицо недуховное, я же не ты. Ну, ты же знаешь мои реалии, ты же знаешь мою жизнь, ты знаешь мои проблемы. Ну, что ты от меня ожидаешь, Господи? Ну, давай в вечности вот ты мне там все обеспечишь, и я тебе дам. Бог говорит, нет, дорогой, нет, ты неправильно понимаешь. Ты, дитё моё, сегодня, ты мой сын сегодня, ты дочь моя сегодня, и я жду, что ты сегодня начнёшь походить на меня. Не завтра, не послезавтра, не с понедельника. Начнёшь походить на меня, потому что ты будешь стремиться видеть меня таким, какой я есть. Ты будешь стремиться ко мне. Это очень важно. Посмотрите дальше, третий стих. И всякий, имеющий эту надежду на него, что делает? Имеющий эту надежду, очищает себя. То есть он по-другому позволяет Богу. Ветка не может сама себя очистить. Вы знаете, иногда даже ветка не может сбросить с себя плод. Нужен кто-то, кто её тряхнёт. Но она, я, духовная ветка, могу позволить Богу очистить меня. Могу позволить. Вы помните, почему этот текст здесь находится немножко раньше? В 13 главе Иисус омывал ноги учениками. Вы помните? Одна ветка не хотела позволить Иисусу это сделать. Помните? И Пётр вспылил буквально и сказал, Господи, вот этого со мной. Никогда. Ну, никогда. А потом, когда понял, что не будешь иметь части со мной, говорит, Господи, тогда обрежь меня всего. Да? Чтобы был один ствол. Господь говорит, нет, нет, нет. Я-то уж знаю, что делать и как подрезать, чтобы в твоей жизни ты смог принести настоящий плод. Сыном и дочерью Бога быть сегодня. Что может быть более возвышенное? Чувствовать себя величественным сыном и дочерью Бога. Настолько срастись с Иисусом, чтобы невозможно было определить, где оканчивается Иисус и где начинаюсь я. Скажите, возможно это или нет? Чтобы невозможно было определить, где оканчивается Иисус, а где начинаюсь я. Иногда, когда мы подходим к дереву, и мы видим, как ветка буквально вырастает из ствола, и мы даже не можем определить вот то место, оно настолько сильно срослось. Вот такого хочет Бог сращивания. Сращивание нас с Ним не больше и не меньше. И если мы не стремимся к этому, то хочу сказать, дорогие, все остальное не имеет никакого смысла. Все остальное это пустышка. Одну историю, которую я хочу прочитать вам. Может быть, вы ее уже слышали, но эта история лично мне помогла перевернуть мое сознание и увидеть вот ту мою роль. Мальчик лет десяти, дрожа от холода, босиком стоял у витрины обувного магазина. И он, не отрываясь, смотрел на теплую обувь. К нему подошла одна женщина и спросила, «Мой маленький друг, скажи, пожалуйста, что ты с таким интересом рассматриваешь за этим стеклом? О чем ты думаешь?» Мальчик ответил, «Я прошу Бога, чтобы он дал мне одну пару ботинок». Женщина взяла мальчика за руку и вошла с ним в магазин. Она попросила продавца принести шесть пар детских носков и спросила, нет ли у них возможности подать ей тазик с теплой водой и полотенце. Продавец отнесся к ней с почтением, наверное, он ее знал и принес все, о чем она его просила. Тогда она взяла мальчика за руку и провела его в заднюю часть магазина, сняла перчатки, встала перед ним на колени, вымыла ребенку ноги, вытерла их полотенцем. Продавец принес носки. Женщина одела одну пару носков на ноги ребенку. Потом попросила продавца принести ботинки, примерила несколько пар и выбрала подходящую пару ботинок для мальчика. Она попросила продавца завернуть остальные носки и отдала их мальчику. Потом она погладила его по голове, прижала к себе и сказала, «Скажи, дорогой, теперь без сомнений ты чувствуешь себя намного лучше?» Она отвернулась и хотела уйти. В этот момент мальчик протянул руку, ухватил ее рукав, развернул ее и, глядя на женщину со слезами в глазах, спросил, «Скажите, пожалуйста, вы – жена Бога?» «Скажите, пожалуйста, вы – дети Бога?» Тот, кто сегодня встречается со мной дома, на улице, на работе, он может спросить у меня и получить ответ, тот ответ достойный. «Ты – дитё Бога?» Или, может быть, он, глядя на меня, скажет, «Да что от него взять?» Анализы – и те плохие. «Что от него взять?» Он ведь лицо недуховное. Посмотрите, как понимание того, кто я, влияет на каждый момент моей жизни, влияет на представление о Боге тех людей, которые со мной общаются. «Насколько мне сегодня необходимо правильно понимать себя, свое место и роль Бога в жизни?» Второй момент, который мы находим здесь, Господь говорит, «Я поставил, чтобы вы шли. Я вас избрал, чтобы вы были моими детьми, чтобы вы были привиты ко мне». Второй, Он говорит, «Я поставил, чтобы вы шли». Когда мы исследуем вопрос поставления, я попытаюсь, насколько можно быстрее посмотреть эту историю в Священном Писании. Первое, кого поставил Бог – это Бытие 1,17. Помните, Господь сотворил светило, и 17 стих 1 главы книги Бытия говорит, «Поставил их Бог на Твердие Небесное, чтобы светить на землю». Они поставлены Богом, они не статичны, они в движении, они полезны. Они поставлены Богом, чтобы идти. Аминь? Согласны вы? Второе, посмотрите. Опять же, когда возникает проблема, Бог опять поставляет. И мы находим второй момент. Это Бытие 3 глава 24 стих. Неприятная проблема в жизни людей. «И изгнал Адама». Почему произошло это, знаете? Грех пришел. И Богу пришлось изгнать Адама из Едемского сада. И что дальше? И поставил Бог на Востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся. Зачем? А я бы сказал, чтобы защитить человеку жизнь. На первый взгляд нам кажется, что это зло. Но Бог не хотел, чтобы человек был вечным гречником. И Бог снова поставляет ради человека. Третий момент Бытие 9.17. «После потопа, после потопа, и сказал Бог Ною, вот знамение Завета, которое я поставил». Что было знаменем Завета, помните? Радуга, которую поставил Бог. «Вот знамение Завета, которое я поставил между мной и между всякой плотью, которая на земле». Бог поставил Завет. Четвертый момент, который очень важен для нас в понимании поставления. Иосиф попал в рабство. Кто виноват? Братья, так? Которые продали его. И мы много можем говорить на эту тему. Читаем 45 глава книги Бытия, 8 и 11 стихи. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня». Так скажите, кто поставил Иосифа? Бог. Кто сотворил это в его жизни? Бог. Это сделал Бог. И дальше 10 стих. «Ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы ты не обнищал ты и дом твой и все твое». Иосиф был поставлен Богом. Теперь Новый Завет Марка, 3 глава, 14-15 стихи. «Потом зашел на гору, это уже служение Иисуса Христа, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и что сделал?» 14 стих. «И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь». А теперь подумайте, а какое отношение это имеет к нам? Я здесь где? Читаем дальше. 1 Коринфянам, 12 глава. Четвертый текст и до седьмого. «Дары различны, а дух один и тот же». 5 стих. «Служения различны, а Господь один и тот же». Следующий стих. «И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». А теперь посмотрите, седьмой стих, ключевой. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Вопрос. Кто не получил? Кого Бог не поставил? Иногда нам кажется, Господи, почему я сюда попал? А Господь говорит, это я тебя поставил. Иногда мы говорим, Господи, вытащи меня отсюда. А Бог говорит, это я тебя поставил для твоей пользы и для пользы других. Я понимаю сегодня, что Господь меня поставил. И если я это понимаю, то в контексте этого понимания я и стараюсь действовать. А если я понимаю, что это проблема какая-то, если бы так понимал Иосиф, то, наверное, ни отец и ни братья не остались бы в живых. Правда? Но он понимал по-другому. Каждому дается проявление Духа на пользу. Читаем восьмой стих. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, следующий стих, тем же Духом. Иному дары исцеления, тем же Духом. Иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Одиннадцатый стих. Посмотрите, опять ключевой. Все это производит кто? Один и тот же Дух. Как разделяет? Как Ему угодно. Я согласен, что Господь помещает меня именно в ту часть лозы, которая Ему угодно. Я бы хотел, может быть, и расти где-то выше. Правда? Вот там, там больше солнца. А кто-то говорит, а я бы хотел снизу. Там солнце не жарит, там ветерок здесь снизу. А Господь говорит, я Тебя поставляю туда, куда мне угодно. И я поставляю Тебя для определенной пользы. И апостол дальше говорит, все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все учителя? Нет. Все чудотворцы? Нет. Все имеют дары исцеления? Нет. Все говорят языками? Нет. Все истолкователи языков? Нет. А что он говорит в 30-м, 31-й стих? Посмотрите. Ревнуйте. 31-й стих, пожалуйста. О чем? О дарах больших. То есть совершенствуйте тот дар, который есть у вас. По-другому не проявляйте недовольства, что вам чего-то не дано, а используйте все то, что у вас есть сегодня, наилучшим образом. И я тогда покажу вам путь еще более превосходный. Священное Писание говорит конкретно. Нам не даны одинаковые дарования. Господь всех нас поставил, но не всех одинаково. Мы все имеем различные дарования. Поэтому в церкви сегодня есть много людей, которые не призваны к чему-то одному, но призваны к чему-то другому. И каждый из нас поставлен Богом для чего-то. А теперь скажите, у меня ответ. А вы знаете, к чему Господь призвал вас? Вы знаете, на что Господь поставил вас? Римлянам 12 глава. Еще, пожалуйста, высветите с 6 по 8 стих. Посмотрите, чего просит Бог. Римлянам 12, 6 по 8. Итак, как по данной нам благодати имеем различные дарования, то что? Имеешь пророчество? Пророчество и по мере веры. Следующий стих. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Восьмой стих. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальство и с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Благотвори с радушием. То есть, будь там, на том месте. Делай то дело, к которому ты призван, для которого Господь тебя поставил. Еще одна история, которую я хотел прочитать вам сегодня. Повторюсь, возможно, кто-то из вас ее уже знает. Но лично мне она очень нравится. И я верю, что кто не слышал, вы запомните ключевой посыл ее. Девушка, студентка, написала эту историю. Это случилось во время каникул, она пишет. Мы на месяц поехали волонтерами в Кению. Когда мы приехали в столицу Найробии, осмотрелись по сторонам, то мы спросили себя, кому мы, университетские девушки и юноши, можем помочь в этой невыносимо жаркой, пыльной и грязной Африке? Кому я могу помочь? Может быть, мы будем подносить кирпичи? Она говорит, но никто из нас не был строителем. Может быть, мы будем красить школы, но никто из нас не разбирался в покраске. Мы хотели только помогать, но мы ничего почти не умели. А дальше говорит, тем не менее, мы получили гораздо больше, чем постарались отдать. Нам повезло войти в контакт с третьим миром через приют бездомных детей в Найроби. И она говорит, мы вошли в низкий дом, просто какой-то сарай без мебели, с плохим освещением. В глаза ударил резкий контраст между развешанными гамаками, полными больных темнокожих детей и белыми одеждами монашек, которые излучали радость. И она пишет, я застыла на месте посреди комнаты. Я никогда не видела ничего подобного. Мои университетские друзья сосредоточились по приюту, следуя за отдельными монашками, которые нуждались в помощи. Одна монахиня увидела меня стоящую посреди и спросила, ты приехала смотреть или хочешь помогать? Этот прямой вопрос застал урасплох, и я, пребывая, в состоянии ступора протянула. Помогать. И она сказала, ты видишь вот того ребенка, который там в глубине плачет? Ребенок действительно плакал безутешно, негромко, обессиленно. Да, вижу, ответила девушка. Тогда возьми его бережно и принеси сюда. Она взяла ребенка на руки и почувствовала, что он горит. У него была очень высокая температура. Ребенку было около двух лет. А тогда монашка им сказала, а теперь возьми его, держи его и дай ему всю ту любовь, которую ты можешь ему дать. Не поняла, извинилась девушка. Пожалуйста, сказала монашка, дай ей всю нежность, на которую ты способна. Дай так, как ты умеешь. Она сказала и оставила девушку с ребенком. Девушка говорит, я пела ему песни, я целовала его, я укачивала его, я прижимала это маленькое дитя к своей груди. Через какое-то время ребенок перестал плакать. Он улыбнулся мне и заснул. Я заплакала и побежала искать монашку, крича, сестра, он не дышит. Монашка взяла ребенка на руки и сказала, да, он умер. Он умер на твоих руках. Но ты дала ему 15 минут твоей любви, через которую он ушел в вечность. И девушка говорит, там я поняла несколько вещей. Кения разделила мою жизнь до Кении и после Кении. И сейчас я знаю, что мы окружены сотнями Кений, которые нуждаются в нашей любви. Второй вопрос. Зачем я здесь? Смотреть или помогать? Зачем я поставлен? Зачем я поставлен в церкви? Поставлен, чтобы быть памятником? Чтобы занимать святое место? Или чтобы идти? Или чтобы действовать? Вы знаете, что апостол Павел очень хорошо понимал проблему. Священное Писание нам открывает эту проблему, которая может произойти с нами. Что может помешать нам принести плод? Восьмая глава Евангелия от Луки, седьмое и четырнадцатые стихи. Посмотрите, пожалуйста. Христос рассказывает притчу, притчу о сеятеле. Седьмой стих. Иное семя упало между тернием. И выросла терния и заглушила его. И четырнадцатый стих дает пояснение. Посмотрите. А упавшие в тернии есть те, которые слушают слово, но отходя с заботами, богатством, наслаждениями житейскими, что делать? Подавляются и плода не приносят. Подумайте, дорогие, зачем я здесь? Нет ли вокруг меня терниев, которые на хорошей почве тоже очень хорошо растут? Заботы, богатства, наслаждения житейские. И все это отдаляет меня от Иисуса. Выражение интересное. Отходя. Я удаляюсь от Иисуса. Я привитый к Нему. Как будто отламываю свою ветку от Него. И есть плод? Нет. Задавайте себе вопрос. Зачем я здесь? Помните апостол Павел, который сказал, усмиряю и порабощаю мое тело, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И, наконец-то, приносить плод. Смысл, основная ценность плода. В чем оно? Мы понимаем, что мы призваны быть членами тела Христова, быть сыновьями и дочерьми Бога. Мы поставлены им на служение, чтобы быть подобными Христу. Но в чем же плод? Кто-то может подумать сегодня, что единственное, что Иисус имел в виду, это то, что нам нужно, как можно больше людей приводить к Иисусу. Но это не так. Это не плод, дорогие. Я хочу, чтобы мы это понимали. Это не плод, если мы думаем, что наша цель приводить как можно больше людей к Иисусу. Это результат наличия плода. Это результат наличия плода в моей жизни. Приношение того плода, о котором говорил Христос, означает другое. Апостол Павел в послании к римлянам, 6 глава, 22 стих говорит, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть...» Прочитайте вместе. «Святость». «Плод ваш есть святость». Теперь скажите, приносили какой плод? Святой жизни. Настоящий плод. Ни поддельный, ни муляж. Муляж выглядит очень красиво. Но Бог ожидает от нас настоящего плода. Плода, который состоит из нескольких составляющих. Помните, Галатам, 5 глава, 22-23. «Плод же Духа. Из чего состоит святость?» Посмотрите по-другому. Господь говорит, «из чего состоит святость?» «Святость же состоит из чего?» Из любви, из радости, из мира, из долготерпения, из благости, из милосердия, из веры. Вот этот торт состоит из чего? Торт, который называется святость. Он состоит из многих удивительных качеств, которые Бог позволяет мне приобретать в моей жизни. Там должно быть качество кротости, качество воздержания, качество любви, милосердия, благости, мира, радости, любви, долготерпения. Вот этих качеств отверждает от меня Господь. Подлинный плод духовной жизни – это изменение характера под влиянием Святого Духа, не больше и не меньше. Это изменение моего характера. А люди, которые благодаря нам приходят к Иисусу, это не совсем наш плод. Мы говорим, что они приходят к Иисусу, потому что мы их приглашаем, но это плод работы Святого Духа, благодаря тому, что эти люди видят, что плод возможно принести. Они видят этот плод в нашей жизни. Иисус говорил о том, что мы приносили плод. Он имел в виду наш внутренний плод. Этот плод возникает только тогда, когда я взаимодействую с Духом Божьим, когда я подчиняюсь Иисусу, и когда я привит к Нему, когда я смогу сказать так, как сказал апостол Павел. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А то, что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Мне до сих пор памятен случай моего детства. Мне было лет 12, не больше. Это было лето. Отец был на работе, приехал на обед, он очень торопился, и мама, естественно, накрыла ему стол. Она налила, я не помню уже, то ли суп, то ли бочек, то ли что-то, какое-то первое блюдо. А меня поспросила, чтобы я... Она готовила там второе блюдо и попросила, чтобы я в тарелку помыл овощи. Помидоры, огурцы. Я постарался, я помыл. Но там у меня, знаете, была вот такая хорошая задумка. У меня был огурец, но не настоящий, а парафиновый. Вот такой, как вот здесь вы увидите сейчас, красивые плоды, да? И я этот красивый, зеленый огурец, он так покрашен был красиво, я его вот туда, знаете, вот поместил. Сижу и такой счастливый наблюдаю, что сейчас будет. Отец очень быстро съел первое блюдо, берет второе, и, естественно, протягивает руку и смотрит внешнее. И ему так показалось, что мой огурец ненастоящий, он выглядел красивее всех. И он его хватает и не замечает, что он-то легкий и пытается откусить. И только зубы остались на этом огурце. Конечно, я после этого был счастлив. Возмездие пришло сразу же, не ждали там долго. Но я запомнил, как легко можно обмануть. Как легко можно обмануть плодом даже взрослого человека. Когда внешне можно выглядеть очень красиво. Я хочу сказать вам, дорогие, «Приносить плод значит возрастать в подлинной христианской жизни. Все более и более срастаясь с лозой. Все более и более срастаясь со Христом. Стремиться все больше и больше быть похожими на Христа. Позволять Богу осуществлять регулярную подрезку меня как ветки. И если я не возрастаю в то, в этом, то все остальные действия, остальные мои движения напрасны. Они не имеют никакого смысла. Все остальное это просто фикция. Все остальное это просто муляж. Это не настоящий плод. Поэтому сегодня, дорогие, я хочу призвать каждого из вас, пусть вашим желанием и желанием принести достойный плод будет преображение в образ Иисуса Христа. Позволить Богу войти в нас и стать нам похожими на Него, быть похожими на Иисуса Христа. Мы не призваны сегодня к тому, чтобы совершать какие-то большие дела. Не все мы призваны, чтобы творить что-то грандиозное сегодня. Но, повторюсь, каждый из нас призван к святости жизни, призван к святости мыслей, к святости слов и поступков. Мы призваны к возрастанию в подлинной христианской жизни. Поэтому сегодня, завершая наше длинное размышление во время нашего торжества, я хочу первое, о чем просить вас, будьте благодарными Богу. Второе, прошу вас, учите ваших детей быть благодарными. Быть благодарными вам и быть благодарными Богу. Помните, что мы призваны Богом. Помните, мы избраны Богом. Помните, мы поставлены Богом, чтобы идти. Спросите у себя сегодня, кто я. Задайте себе вопрос сегодня, я дитя Бога. Задайте себе сегодня вопрос, зачем я здесь? Смотреть или помогать? И задайте себе вопрос, а на кого я похож? Похож ли я на Христа? Видящие меня видят ли Христа? И пусть вот эти слова, которые сегодня у нас были лейтмотивом нашего размышления и этого торжества будут в нашем сознании, чтобы мы для себя постоянно читали. Не ты говорит, Бог человеку меня избрал, а я тебя избрал. И я поставил тебя, чтобы ты шел и чтобы ты приносил плод, и чтобы плод твой пребывал. Мое избрание и призвание быть сыном и дочерью Бога, через привитость к Иисусу Христу, быть членом земной и небесной семьи Бога. Мы поставлены, чтобы идти. Мы поставлены не для того, чтобы производить тень. Мы поставлены, чтобы служить. И подлинный плод духовной жизни это изменение характера человека, это возрастание в подлинной христианской жизни, это преобразование и преображение в подлинный образ Христа. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся. Отче наш Небесный, прими нашу благодарность, которой наполнены наши сердца, которая выливается из наших уст, потому что Ты достоин. Ты достоин славы, достоин чести, достоин поклонения. Ты великий и чудный Бог. Ты дивный творец и создатель. Ты наш пастырь, ты наш спаситель и друг. И сегодня ты наш удивительный виноградарь. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, за подвиг спасения, за то, что Он стал духовной виноградной лозой, Он стал телом церкви. И мы прививаемся к Нему силой Духа Твоего Святого. И мы просим у Тебя, Господь, прибыть с нами. Мы молим у Тебя, Господи, чтобы Ты позволил нами, дал силы не отделяться от Тебя, чтобы мы не засохли. Господи, укрепляй наше отношение с Тобой, укрепляй наше избрание и призвание. Поставляй каждого из нас в том месте, где мы служим Тебе и можем быть полезны для Тебя. И преобразовывай нас, Господи, в образ Сына Твоего, нашего Спасителя Иисуса Христа, чтобы наша жизнь была подлинно христианской, чтобы мы приносили настоящие плоды, чтобы в нашей жизни не было муляжей и не было фиктивного ничего, но чтобы было только достойное Тебя и было настоящее. Благослови нас в этом, Господь. Благослови нас в сегодняшнем празднике. Благослови каждого, кто находится здесь. Научи нас вдохновляться Тобой, научи нас быть благодарными, научи нас быть признательными и научи нас быть действенными, чтобы мы понимали, что мы Твои дети, которых Ты поставил и которых Ты призвал и от которых Ты ожидаешь движения и настоящего плода подлинной христианской жизни. Будь с нами и храни нас. Во имя Иисуса просим. Аминь.